Друзья, всех приветствую! На торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ровно день остается до долгожданного политического события дебатов между Байденом и Трампом. После этих дебатов у нас будет больше причин точно разобраться, что произойдет дальше с динамикой американского доллара. Но если вас интересует моя точка зрения, я считаю, что из этих дебатов Трамп выйдет победителем. И, соответственно, победа Трампа, которая, по моему мнению, является знаком равно для роста фондового рынка, это, продолжая, опять же, такую же цепочку, знак равно для слабости американского доллара. Вчерашний день – это день коррекции по доллару. Очень рассчитываю на то, что эта коррекционная динамика перерастет в новый нисходящий тренд, точнее, тот нисходящий тренд, который был раньше, возобновится сейчас. И, честно говоря, друзья, то, как трейдеры сейчас начинают косо смотреть на доллар, все это располагает к тому, что американская валюта в перспективе довольно непродолжительного времени снова сможет протестировать сначала поддержку 93 пункта, это по индексу доллара, и потом уже нацелится на пробой прежнего минимума, там 92 и чуть пониже. В частности, основные события, как я уже отметил, еще впереди, рынок начинает потихоньку раскачиваться, но трейдеры уже сейчас предпочитают фиксировать позиции по прежним лонгам, по доллару, потому что предстоящие выборы в Штатах могут стать самыми непредсказуемыми за всю историю. И эти предположения опираются на комментарии Трампа о том, что из-за ковида, как вы прекрасно понимаете, друзья, голосование частично будет дистанционным, поэтому сохраняются возможными фальсификации со стороны, собственно, демократов. Ну, может быть, сам факт именно ковидного голосования будет использован в определенном ключе также и командой Трампа. Есть основания предполагать, что даже после президентских выборов результаты не будут оглашены сразу, и между Байденом и Трампом продолжится борьба, и в итоге имя, фамилию, скажем, нового американского президента мы узнаем только к концу 2020 года. Друзья, политическая неопределенность – это хороший, на мой взгляд, фактор и фон, в результате которого мы можем ставить сейчас на определенную динамику по доллару, и эта динамика нисходящая. Есть еще несколько причин. Это ситуация с коронавирусом в Штатах, рост количества заболевших и, соответственно, те потенциальные меры, которые снова могут быть приняты, как это было на прошлой неделе в Англии. Чем хуже ситуация с коронавирусом, тем больше вероятности замедления экономического роста и ухудшения экономической конъюнтуры. Очень много отчетов было на прошлой неделе, заявки на пособия по безработице, заказы на товары длительного пользования. Сегодня у нас уровень доверия потребителей в 17.00 по московскому времени. Я думаю, что статистика разочарует, так же, как и разочарует предстоящие к выходу данные по Non-Farm Parals в эту пятницу. Чем хуже статистика, тем выше шансы на доп. меры экономического стимулирования Конгресса. И здесь, друзья, есть позитивные новости для тех, кто ставит на снижение курса доллара. Опять же, Мнучин, который возглавляет Министерство финансов США, и лидер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердили, что готовы возобновить все переговоры на этой неделе по новому раунду стимулирования, скажем так, новому антикризисному фонду. И если компромисс будет достигнут, то решение появится уже к концу этой недели. В новых стимулах сейчас очень нуждается и сам Трамп, потому что новые деньги для экономики – это то, что явно улучшит настроение сомневающейся части электората, которые еще не определились, все-таки за кого стоит голосовать. Поэтому, на мой взгляд, друзья, мы по-прежнему должны работать с ожиданиями прихода на рынок новых денег, которые сделают свое грязное дело для доллара, спровоцируют его распродажи, но для фондового рынка это будет позитив. Нефть 42,67, как я отметил в ходе вчерашней торговой сессии, при довольно сбалансированном фундаментальном фоне мы следим за тем, что происходит с долларом, и на основании этого ставим либо на рост, либо на снижение нефти. Но моя рекомендация была все-таки поставить на рост, потому что я прогнозировал ослабление курса американской валюты. Именно это и произошло. Нефть сейчас растет. Думаю, что можем при сохранении текущей тенденции добраться до 44 или даже повыше. Доллар-рубль 79,05. Монотонное последовательное ослабление рубля сменяется, практически начинающееся формироваться паникой. При такой реакции, при сохранении текущих темпов оттока капитала из РФ и выхода из ФВЗ, я думаю, что доллар-рубль легко может перевалить за 80-81 уже до конца этой недели. Евро против доллара. Европейская валюта выросла 1,1673. Опять же, это произошло на слабости доллара. Вчера было выступление Кристин Лагард, но ничего нового она не сказала. Честно говоря, в этом, наверное, даже есть позитив, потому что у Кристин Лагард были возможности из-за ситуации с ковидом в Европе сейчас анонсировать готовность к новым мерам экономического стимулирования. Но она предпочла опустить такую риторику, поэтому не ждем пока увеличения текущих антикризисных мер по увеличению денежной массы и не видим какого-то серьезного риска для евро. В общем, работаем, как и раньше, с долларом. По доллару все более-менее понятно. Фунт против доллара 1,2856. Британская валюта – это главное поле, скажем, для спекуляций касательно новостей по Brexit сейчас. И вот, пожалуйста, стоило только на рынке появиться позитивные новости о том, что переговоры якобы продолжаются и до 15 октября могут стороны достичь прогресса и британская валюта выросла. При этом я сегодня пытался найти какое-то подтверждение аргументированное того, есть ли предпосылки для этого компромисса, не нашел, друзья. Поэтому, если новости, опять же, ухудшатся и фунт тут же окажется в числе аутсайдеров и будет предпочтать на движение отметки 1,275. Индекс Dow Jones – 27,562. Здесь рост, так же, как и S&P и NASDAQ. Сохраняем длинные позиции и по Dow – это довольно высокий уровень – 28,529 пунктов. Биткоин – 10,700 – тоже динамика та, которая нам необходима. Цель – 12,5 тысяч удерживается, друзья. Не нужно отказываться от длинных позиций по родоначальнику всей криптоиндустрии, потому что биткоин очень хорошо держится на фоне рыночной волатильности. И только по этой причине, может быть, биткоин стоит рассмотреть с точки зрения какого-то подобия защитных инструментов. Золото – 1881, 1900 – уже не за горами. Самое главное, чтобы трейдеры и дальше продолжали активно продавать американскую валюту. Друзья, на этом все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok